Добрый день! Вас приветствует любимая компания Электромотор. В сегодняшнем видеоролике мы хотим рассказать вам, как нужно подобрать циркуляционный насос. Сейчас на улице у нас лето, июль месяц, но вскоре, через пару месяцев, начнется сезон отопления. Для того, чтобы подойти хорошо к сезону отопления, нужно проверить, соответственно, свою систему отопления. Значит, в каждом котле электрическом, твердотопливном или же газовом стоит циркуляционный насос. Если у вас система отопления идет закрытого типа. Циркуляционный насос выглядит таким вот образом. Он состоит у нас с электродвигателя и насосной части, улитка. Значит, для того, чтобы подобрать циркуляционный насос, если он у вас вышел со строя, или вы хотите его заменить, он очень старый, или он шумит и качает много электроэнергии, но при этом уже не качает, не поддерживает давление в системе отопления. Значит, что вам нужно знать? Для замены вашего насоса вам нужно замерить монтажную длину. Вот она, эта улитка, монтажная длина. Стандартная она бывает 180, также есть 130 мм. Потом вы должны замерить диаметр патрубков. Они могут быть 25 мм для стандартных котлов, там, 19 или же 32. Также есть фланцевые большие, но для бытовых нужд, а в основном идут 25. 25, 180. Это уже у вас две цифры в маркировке циркуляционного насоса. И последняя цифра вы должны знать, это какое давление должен создавать у вас насос в системе отопления, какой напор. Может быть 4, 6, 8 и больше. В основном где-то это 4, 6. Вот мы и смотрим. 25, 4, 180. Или же 25, 6, 180. И вот уже у вас есть конкретные три цифры, которые закладываются в любую маркировку циркуляционного насоса. В дальнейшем вы уже выбираете торговый бренд, который вам больше подходит. Есть итальянский, китайский, польский, Словения, Сербия, Чехия и прочие. Более подробную информацию по циркуляционным насосам вы можете увидеть нас на сайте компании «Электромотор». Адрес сайта электромотор.киев.юа. Если же возникнут вопросы и вы захотите уже заказать по телефону, звоните 044-530-388. Три восьмерки.